Я хочу быть высокой сосною Чтоб знакомый орел надо мною ежедневно парил в небесах Чтоб корнями широко раздаться И стоять, не считая года, чтобы шишками сверху кидаться Без опаски попасть не туда Я хочу быть высокой сосною Чтоб бездельничать век напролет По утрам не расчесывать хвою и не мыться, пока не польет Чтоб не ведать конца и начала И не видеть асфальта в огне Чтоб шуметь о своем величаво Не заботясь о завтрашнем дне Я хочу быть высокой сосною Чтобы время катилось рекой Чтобы ты, проходя подо мною По коре проводил рукой Ивашенко Алексей Игоревич Родился 12 мая 1958 года в Москве В 1980 году закончил географический факультет МГУ имени Ломоносова После чего поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на актерское отделение И закончил его в 1985 году Актер, режиссер, автор, песен Один из участников дуэта Иваси Песни в соавторстве с Георгием Васильевым и самостоятельно пишет с 1973 года Дуэтом выпущено 6 авторских альбомов С 1998 года Ивашенко и Васильев работали над либретто и музыкой к спектаклю по роману Вениамина Каверина «Два капитана», получившему в итоге название «Норд-Ост» Одновременно с подготовкой гастролей «Норд-Оста» Алексей Ивашенко возобновил концертную деятельность В это время он выступает как самостоятельно, так и в дуэтах с Ириной Богушевской, Тимуром Ведерниковым и другими Снимается в кино В 2009-2011 годах занимался продюсерской деятельностью В 2012 году выпустил новую пластинку с ироничным названием «Самый лучший в мире я» Профессионально занимается переводом мюзиклов Алексей Игоревич, здравствуйте Здравствуйте Я, когда готовилась к интервью, вспомнила строчки из песни Ах, как приятно протянуть свои конечности и пораздумывать часок другой о вечности Но у нас, к сожалению, часа нет, времени всего полчаса Но поскольку рядом река, это как-то располагает, мне кажется, думать о чём-то таком неспешном, если не о вечном И начнём, поскольку река рядом, с текущего Ну а текущий момент это фестиваль 17-й уже по счёту открытый фестиваль республиканский Агидель, Белая река Начался он вчера, продлится до 31 мая С каким настроением вы ехали сюда в Уфу на этот фестиваль? На такие вопросы трудно отвечать Потому что на фестиваль, особенно на такой, на котором никогда не был, едешь С настроением всегда примерно одинаковым С настроением ожидания чего-то, что случится или не случится Чего-то, неизвестно чего Да, неизвестно чего, да, абсолютно Просто без особых, можно сказать, ожиданий? Дело в том, что да, я имею представление о том, что происходит, скажем, на Эльменском фестивале Я много раз был в фестивале Пущино Я был на разных фестивалях, здесь я первый раз И ехал не то, что даже с настроением каким-то Ну а просто я ехал на фестиваль Мне многие говорили, что это хороший фестиваль Сюда надо съездить, посмотреть, что здесь происходит Я приехал, убедился, что это так Не обманули? Да, не обманули И сейчас у меня замечательное настроение Ну вот вчера прошёл уже концерт Фестивальный Вы выступали, как публика, вам показалось? Прекрасно, прекрасно Ну, вы знаете, когда в зале 1200 человек и зал полон И люди понимают, куда пришли И понимают, зачем пришли И понимают, что они хотят услышать И слышат это Это очень дорогого стоит в наше время Очень дорого Ну, действительно, собрать полный зал, большой зал авторской песни Сегодня, к сожалению, наверное, не всегда удаётся Даже учитывая, что известный человек, известный имя Мэтр Ну, верно, это требует Изменились способы распространения информации Если раньше эта информация расходилась от человека к человеку То прошли десятилетия уже с тех времён И люди привыкли к тому, что информацию они получают из средств массовой информации И в частности из рекламы Поэтому при отсутствии рекламы При отсутствии рекламы Сделать какой-то большой, серьёзный концерт Даже с очень известными именами Не только в авторской песне Вообще В любом деле практически невозможно Просто потому, что люди привыкли получать информацию из новых источников А маленькие концерты, клубные концерты По-прежнему собираются вот так вот без рекламы Раз Ну, вот такой зал, как вчера, конечно, для меня было потрясением Хотя авторская песня, как разговор по душам, наверное, и не требует слишком большой аудитории Наверное Наверное Я очень спокойно отношусь к этому Мне это даже нравится Мне очень Я когда-то очень переживал В начале 90-х годов Чуть-чуть издалека, если начать В начале 90-х годов Нас с Георгием Васильевым С которым мы много лет пели и сочиняли песни Пригласили выступить в тогда ещё только что появившийся клуб Клуб кино, по-моему, он назывался И мы пришли туда В клубной атмосфере мы никогда не выступали Люди сидели за столиками Мы знаем, что в мире это распространено Но вот мы как-то так решили попробовать И ничего у нас не получилось Люди не могли оторваться от тарелок Они ели и ели Ели и ели Мы пели, 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 пели И красные как раки Через 30 минут мы сбежали со сцены Понимая, что мы не можем оторвать людей от еды Прошли годы Судя по всему, люди немножечко насытились И приходят уже в кафе И в клубы Я шучу, конечно Но, тем не менее, это так Приходят в кафе и клубы Уже всё-таки не только поесть И уйти Ещё и духовно Да, ещё и духовно Как-то насладиться Сегодняшним моментом И я вам скажу, что выступление Которое у меня время от времени случается В гнезде глухаря Мне очень нравится Гнездо глухаря Это московское борт-кафе С очень хорошей репутацией С прекрасной репертуарной политикой И с чудесным зрителем Которые ходят туда регулярно И они знают, зачем ходят Ну, их 100 человек Ну, 120 А 1200 человек Это дорогого стоя Стоит возвращаться к нашему Собственно вопросу С которого мы начали А вот какая птичья тема возникает В Москве гнездо глухаря А у нас белый ворон Наверное, не случайно Да, это тема Мы вольные птицы Хотим мы летать Полёта Творчество Это всегда полёт Вообще филологи Как-то посчитали Что самые частотные слова В отечественной русской поэзии Прошлого века Были небо Крылья По-моему, Бог Если вот не вру Вот тряснул Интересно Надо, кстати Поинтересоваться Вот интересно Как сейчас Изменили Какие главные слова Вот так вот Выдвинулись В нашем лексиконе На первой позиции Не знаю Тема для размышлений Тема для размышлений Очень большая А город Сам город Город Уфа Чем-нибудь удивил Вы Когда были в Мелком Да, в Уфе Ну, что Я из окна только сейчас вижу Я вижу город из окна Я считаю, что невозможно Отвечать на вопрос Как вам наш город И как вы здесь Я был здесь очень давно Когда мы прилетали сюда С Георгием 20 лет назад Я реально не помню ничего У нас не было ни экскурсии Ничего Сейчас мне пришлось Отказаться от экскурсии У меня огромная работа Которую я должен сдать К понедельнику Я все утро сидел в гостинице И просто не вылезал Из своего айпэда И блокнотов Просто сидел и работал Но то, что я видел из окна Кажется мне каким-то Светлым, радостным И очень новым У меня впечатление Что в городе очень много Просто я вижу эти Здания, строения У меня ощущение Что это все Вот сейчас происходит Что город очень сильно меняется На глазах А вообще С течением времени Как-то меняется источник Вдохновения? Конечно Конечно меняется Ну вообще Меняется отношение К тому, что ты делаешь Оно становится Очень Сейчас труднее Что-то Значительно труднее Что-то сочинить Оформить мысль Адский труд Вы сказали Где-то в интервью Страшно Страшно Да Страшно самокритичным Становишься И есть много песен У нас и с Георгием Когда мы сочиняли Такое происходило Но сейчас Когда я один Сочиняю Это просто Сплошь и рядом Песня не доходит До зрителя Потому что она мне не нравится Я ее забрасываю То есть внутренний цензор Чиркает все Да 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 Я просто Думаю Что Сочинение Поэзии И сочинение Текстов для песен Это разные вещи И я занимаюсь вторым Я занимаюсь сочинением Текстов Я не умею писать стихи Я не сочиняю стихотворения Это умеют люди Другого Склада И по-другому Владеющие Языком У них это появляется Раз Как у Дмитрия Быкова Раз Из воздуха Да Он может Он может это сделать Мгновенно И это будет Не просто талантливо А на грани гениальности А мне приходится Высиживать их Всех Чтобы упаковать в форму Ну хотя Говорят же Что такое гений Да Это 99% Все-таки труда И там 1% таланта Ну хотя Статистика всегда Это Может быть Ложь Труда Труда очень много Затрачивается на это Очень В одном из интервью Вы назвали себя Лесорубом из Сахары Да Вспоминаете Примерно Да Вот это мне нравится Это классический Лесоруб из Сахары Я уничтожаю работу Чтобы ее не было Да А вот отдыхать Все-таки Протянуть конечности В хорошем смысле слова Где-то получаете иногда Да Сейчас жизнь Полностью переменилась Полтора года назад Мы переехали в дом Который построили Неподалеку от Москвы Прямо Вблизи аэропорта Внуково Поэтому так удобно Летать в Уфу Рос И прилетел Ну почаще надо Да Только зовите С удовольствием Буду летать И когда Мы начали жить Вне города Изменилось все Можно протянуть Конечности Можно отдохнуть Можно отключиться С этого бешеного ритма Так сложилось Что у меня Моя основная деятельность Ну деятельность Которую я последнее время Считаю своей основной То есть сочинение текстов Для музыкальных спектаклей Для шоу Для мюзиклов Переводы с иностранных языков Этих мюзиклов Она позволяет мне делать это дома А благо у нас прям в дом Входит оптоволокно Кабель Который связывает Это такая вена Которая связывает нас Со всем миром То есть возможность Все делать по интернету И только Назначать Те важные встречи На которые В общем Если ты назначаешь их заранее Ты никогда не опаздываешь Поэтому это чрезвычайно удобно И конечно же Там можно протянуть конечности И поразмышлять И о вечности И о чем угодно Говоря о вашей ненависти В кавычках к работе Хочу некоторые Моменты Озвучить Некоторые факты Дуэты Васи О котором Немножко мы так вскользь упомянули В свое время Выпустил 8 Если не ошибаюсь Номерных альбомов Поучаствовал в масштабном проекте Песни нашего века Потом был мюзикл Норд Ост По мотивам романа Два капитана Потом вы в одиночку Спродюсировали Мюзикл Обыкновенное чудо Написанный Геннадием Гладковым И Юлием Кимом По мотивам Одноименного фильма Всем известного Два собственных альбома Потом были И сольная концертная деятельность Ну так же еще Какие-то Творческие Совместные работы С Тимуром Ведерниковым С Ириной Богушевской И другими артистами Да, да Очень много всего Вот когда-то Вы занимались Кроме всего прочего Легкой атлетикой Прыжками в высоту И бегом с препятствиями Ну да Какой из покоренных высот Считаете Своей самой большой победой А Норд Ост Конечно Это покоренная высота Самая большая Мы до сих пор Ощущение Чебурашки Из второй серии Крокодилы Гены Мы строили Строили И наконец построили Оно Абсолютно Или это из первой серии Не помню Прямо Чебурашкины слова Мы строили Строили И наконец построили Они мне очень близки Когда я вспоминаю О Норд Осте Это первое Что я вспоминаю Да Мы затеяли Сделали И получилось Хотя по-моему Были какие-то моменты Но во всяком случае В интервью это прослеживается Что не хотелось вспоминать В какой-то момент Об этом Говорить Нет Про спектакль Я всегда вспоминаю С удовольствием А про нападение на спектакль Про него столько уже говорили И писали Что я не скажу ничего нового О препятствиях Говорят Человек их сам себе Придумывает Создает В большей степени Да Есть что-то невозможное Для самого лучшего В мире Я Есть Что я Немедленно начать делать Только Вот то Что только что Что нужно сделать Нет Это самая большая проблема Самое большое препятствие Находится в тебе самому Перед тем Как сесть за Что-то важное Или что-то сделать Или кому-то позвонить Ну я еще чашечку кофе выпью А потом начну Я сейчас выяснил Даже что существует термин Для этого Называется прокрастинация Это я чуть-чуть Но откладываю начало Очень важного дела Я знаю что у меня соберусь И сделаю Но обычно потом Не хватает одного дня Сейчас мне не хватает одного дня Мне нужно в понедельник сдать работу А я ее только во вторник успею сделать Поэтому сейчас Собороться с этим наверное бесполезно Думаю что уже просто поздно Если бы я был моложе Я бы пожалуй еще там занимался этим А сейчас уже Да и надо ли бороться Вспоминая восточную мудрость Пусть будет как будет Новый альбом Ну как новый Относительно новый Сейчас уже их три Как вы сказали В свое время он был новым Самый лучший в мире Я записан под одну гитару Вы сказали что по нынешним временам Это вообще революционно Ну это шутка конечно Ну понимаю Вы вообще революционер по натуре Ну мне хочется Нет я не революционер Но мне хочется придумать Всегда чего нибудь Интересное Я вот сейчас пытаюсь Сформулировать Ответ на ваш вопрос Я не очень люблю потрясений Мне все время кажется что Все может идти Гладко Ровно И интересно Но вот есть Это наверное не про нашу страну Нет 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 Я имею ввиду не только Общественную жизнь Не только политику Я имею ввиду и в том числе И искусство Да и науку наверное Есть люди которые производят Первичные Вот из географии пример Есть Даже из биологии Даже из экологии Есть продуценты Есть консументы Есть живые организмы Которые производят биомассу А есть организмы Которые ее потребляют Мы Мы консументы Типичные люди Мы едим То что создала природа Она его вырастила Там вообще Продуценты Это растения Которые производят биомассу При помощи хлорофила Сложных фотосинтетических реакций В искусстве В науке Вообще мне кажется Во всех Во всех делах Есть люди которые Производят Новые Принципиально новые Ценности и смыслы И есть люди которые Впоследствии Их Как-то Осваивают Повторяют Иногда развивают Но есть люди которые создают Абсолютно Новые вещи И это происходит Вне Независимо от Их возраста Независимо от Обстоятельств Для меня классическим примером Является Пол Маккартный Который сочиняет мелодии Простые Как гвозди И необычные И неожиданные И потрясающие Вне зависимости от того Что ему Сколько ему 74 года Ему за 70 Изрядно 72 Просто сбился За счет Потому что Я был на его концерте В прошлом году В Вене Какие там Мальчишки Мальчишка Да И он Производит По-прежнему Производит Новое Интересное Яркое Зачем Хочется Следить И таких Людей Немало И хочется Относиться К ним И ради Этого Очень хочется Совершать Внутри себя Революции Вот я вернулся К вашему Вопросу Алексей Вы как-то Говорили О старшем Поколении Метров Авторской Песни Что мол Вот процитирую Наши старики Великие люди Они очень остро Чувствовали свое Время Свой народ В значительной Степени Были Консолидаторами Исполнителями Духовных Ожиданий Целой нации А вообще Я подумала Что значит Чувствовать свое Время Как вы его Чувствуете Я не чувствую Время Сейчас Я Сейчас Нахожусь В этом смысле В некотором Кризисе Я не очень Понимаю Что происходит Просто Я не могу Себе представить Чтобы кто-нибудь Сейчас Сочинил Песню Которую Когда-то Условно Когда-то Кукинскую За туманом Подхватила бы В один день Скажем 10 миллионов человек Это произошло Он ее спел Вернулся Из экспедиции Где он написал А ее уже Пела вся страна Она от человека К человеку прошла Она захватила Всю страну А потом Визбор пришел На Грушинский фестиваль Это был По-моему Мы учились На втором курсе 76-й год Это было Когда к нам В аудиторию 2109 На 21 этаж Пришел Саша Суханов Сказал Я только что Был на Грушинском фестивале Послушать Какую ее песню Он спел Милое мое солнышко лесное И 250 человек Которые набились В этой аудитории На третьем припеве Запели Милое мое солнышко лесное И с тех пор Не перестают Петь эту песню И спели Каждые уже Двомстам Тысячам людей За год Эту песню Начали петь Десятки миллионов человек Я не очень представляю себе Как это возможно сейчас Не было Ни радио Ни телевидения Ни дисков Ни магнитофоны Были Не у всех Песни Как общественные ожидания Передавались Из уст в уста Происходило Какое-то осознание себя Через эти песни У людей Сейчас этого не происходит Я не говорю Хорошо или плохо Просто это так Чем объяснить Не знаю Не знаю Чем объяснить А вот про духовные ожидания Которые вы тогда упоминали Которые у людей Вы тоже чувствуете Как-то Что это за духовные ожидания Сегодня Они вообще есть Не знаю Нет Не понимаю Поэтому Или мы снова возвращаемся К тем людям Которые в кафе Ели-ели Не могли наесться И что там происходит Где-то в культуре Мне не очень интересно Не знаю Не знаю Не в театре Не в кино Многих вещей Не в музыке Не в песнях Даже Многих вещей Которые происходят Сейчас Не понимаю Возможно Это связано С тем Что я старею Старшее поколение Прерогатива старшего поколения Брюзжать По разным поводам Возможно Это просто Брюзгливость У вас есть песня Про абсолютный слух Про то Как вообще тяжело живется Имея абсолютный слух Извините Что я вас перебиваю Это Этой песне Сорок лет Ну Не сорок Ну Тридцать Пять Мы пели Тогда втроем Еще мы были Не дуэт Мы были трио И мы трио пели Втроем пели Эту песню С нами пела Ирина Чебукова Наша Софакультетница С географического Факультета И мы пришли К выводу Что да Вот такой взгляд Возможен И может показаться Кому-то интересным Ну Наверное От Абсолютного слуха Открещиваться Все-таки не будете Да То что У музыканта Наверное Должен быть И он есть Этот абсолютный слух К сожалению А может и к счастью Люди не понимают Что такое абсолютный слух Абсолютный слух Не обязательно для музыканта Для музыканта важен Относительный слух Абсолютный слух Есть возможность Повторить ноту Ни с чем ее не сравнивать Там Сказать Ой это ля бемоль Вот я так не могу Я не знаю Что это за нота А абсолютники Сразу говорят Что это за нота Но для того Чтобы петь мелодию Это не нужно Нужно просто Знать Как звуки Соотносятся С друг с другом Абсолютным слухом В просторечии Называют Хороший слух Но это не так Точное Точное определение Абсолютного слуха Это возможность Определить ноту Ни с чем ее Не соотносят Природа Просто человек знает Весь звукоряд Он его услышит Я его не слышу И очень много Моих друзей Знакомых музыкантов Его не слышат А есть люди Например Наталья Турьянская Прекрасный музыкант Дочка Владимира Турьянского Она концертмейстер Пианистка Она работает в театре Вахтангов Она абсолютница И когда мы делали Норд-Ост Она помогала нам Она работала у нас Концертмейстером На проекте И мы принесли ей один номер Общий хор Я открыл ноту И дал ей послушать фонограмму Она открыла ноту И услышала фонограмму Выключи-выключи Я не могу этого слышать Я говорю Что случилось? У тебя здесь написано То А звучит ре И она видит ноты Она их сразу слышит А у неё запись Наша фонограмма Звучит в секунду Она слышит диссонанс Она не могла этого слышать Так что абсолютный слух Это тоже Не имеет застанавливаться В песне-то там речь идёт О другом немножко О том, что Ложь человеческую Хорошо бы и не слышать Но поскольку слух-то абсолютный Ты слышишь, видишь Вот вообще То, что вы видите Слышите сейчас Вокруг себя Насколько там В том числе В авторской песне Насколько там Настоящего Много или мало И фальши Не мне судить Вот прям реально Не мне судить У меня есть У меня вообще есть Убеждение Твёрдое Что Я пытаюсь ему следовать Но не получается Оно заключается в том Что Конкурса Авторской песни Быть не может Почему я изо всех сил Отказываюсь От жюри Я почти никогда И понравился ей Всё Он выиграл свой конкурс Авторской песни Он победитель А если это больше Никого не заинтересовало То в его конкурсе Он всё равно Остаётся победителем А если это ещё Кого-то заинтересовало А если это Много их заинтересовало А это заинтересовало Всю страну Да Ну так случилось Но это может И не произойти Для него И для неё Ничего не меняется Ну так же и в поэзии Наверное Поэтические конкурсы Там тоже Всегда говорят Это сравнивать Например Кошку и собаку Кто лучше Да Оба хорошие Вы говорите Вот мы уже упоминали Сегодня Про языки Я хочу вернуться Немножко к этому моменту Говорите на разных языках Английская спецшкола Да За спиной Военный переводчик По-моему С японского Ну это всё забыто Благополучно уже Японского языка Уже давно нет В арсенале А ещё уникальный Специалист Паутиному языку Дональд Даг Да Я озвучивал Дональда 10 лет Это смешная история Это наверное Уже потом входит В какую-то Привычку Да Особенно это было В самом начале Когда тренировался Домашние натерпелись Домашние натерпелись А вообще все кругом Я сам натерпелся Выяснилось Что Извините Неприлично выражаться Хочется только таким Я бегал по квартире Когда случались Неприятности И мне хотелось Как-то Их поддержать Крепким словом Я Страшно Кряк Кряк Выматерился Было очень смешно Мне кажется Это выход Вот запретили же Использовать в театре Например Нецензурную лекцию А так Никто и не поймет Что человек Вырвется Но вы еще и разными Голосами Говорили Брюс Уиллис Джим Керри Скорее они говорили Моим голосом Когда я Когда я их озвучивал Да Очень много Очень много Этих работ было сделано Вот опять-таки Мы упоминали Долгое же время Вы до этого Выступали с Григорием Васильевым С Георгием Ой простите С Георгием Васильевым Да Георгий Леонардович Да И при этом Сохранили свой уникальный Узнаваемый голос Вот если Я понимаю Что советы Дело неблагодарное Но если молодым Что-то советовать О том Как вообще Свой голос найти Обрести Поставить И не потерять его Что бы вы посоветовали Если тем более рядом Нет знаменитых наставников У вас-то они были У меня были Бондарчук Да Баталов Я очень Рыбников Да Бурков Георгий Иванович Который преподавал у нас На четвертом курсе В Афгике И те люди Которых вы перечислили И многие другие Ну Что тут сказать Повезло Ну реально повезло Вот я сейчас думаю Этого не может быть Мне иногда Делается страшно То что такие люди Тратили на меня свое время И мне надо теперь Что-то такое В ответ сделать Ну вот сейчас вроде бы Что-то такое В этом смысле получается И Вот уже несколько месяцев Я Принимаю участие В приемных экзаменах В Афгике И видимо Буду преподавать Актерское мастерство На следующем курсе Который сейчас набирает Владимир Петрович Фулкин В Афгике Потому что Есть вещи Которые я Благодаря Вот в том числе И благодаря Тем самым удивительным Наставникам Я очень хорошо знаю Я очень хорошо понимаю Что мало Правильно чувствовать Думать Нужно еще Иметь это Вы говорите Право Свой голос Вы не представляете Сколько мы им занимались Этим голосом Самым разным И постановкой И вокалом И сценическим движением И Прямо на занятиях В том числе И речью Это очень Очень сложная профессия Потому что По-прежнему Я себя считаю Профессиональным актером Это Главная моя Главная моя работа У меня диплом написан Артист Театр и кино Все остальное Это хобби В том числе И сочинение всех этих текстов Это хобби Это Актерская профессия Это то, что я знаю В том числе и теоретически Знаю достаточно хорошо И Знаю, что для того, чтобы Сохранить свой голос Его нужно долго И упорно Искать Много людей Этим занимались Много интересного По этому поводу написано И Есть простор Для работы А вот Все-таки человек Поющий Чем он отличается От других Подвидов Скажем так Человека разумного Есть Хомо Локвенс Человек говорящий Да Или вот Человек играющий Вот Чем поющий Отличается от всех Остальных Хотя играющий Как вы сказали Это профессия Да, актерская Поющий Ну Я считаю Что вот это дело Которым Занимаются Приехавшие сюда Сапиенсы Пение Пение Под гитару Я считаю Это По большому счету Одним из самых Трудных Жанров Сценических Тут реально Спрятаться Не за что Не за что За инструмент Ты выходишь Ты один Ты с гитарой Многим кажется Что это очень просто Ты выучил Несколько аккордов Раз И все У тебя все получается Это очень Трудным Оказывается Делом И Человек Поющий Мне кажется Отличается Очень серьезной Ответственностью Владеющий Чарами Песен Душою Владеет Любой Генри Кипсон В свое время Сказал Сайт По моему Барт Ру Там Как эпиграф Стоит Возможно Сказывание Есть по вашему Ощущению Какая-то Мистическая Составляющая Безусловно Во-первых В музыке Есть абсолютно Однозначная Мистическая Составляющая Потому что В музыке В природе Нет Ее придумал Человек А почему Именно Так он ее Придумал И почему Ля-ля-ля Это мажор И это весело А ля-ля-ля Это минор И это грустно И почему Это весело А это грустно И ребенку Это спой И он скажет Это веселое А это грустное Откуда он это знает Кто это придумал Кто там нам Или откуда Он это нам Прислал Никто не знает Это появляется Как-то само Вы работали Волшебником Точнее Джином Очень немножко И очень немножко И волшебником Тоже И волшебником Обыкновенные чудеса Творили на сцене Ну вот почему-то В сказках Человек Обычно дают Три желания Иногда И того меньше Возможности А если себя Представить Всемогущим Что бы вы поменяли В этом мире У нас не хватит Времени Перечислить Ну хотя бы Первые три дела Сразу Первые три Желания Нет Не знаю Не могу сказать Первый Очень подмывает Чтобы Чтобы люди Жили вечно Прямо Это очень подмывает Мне кажется Что это Неправильно А с другой стороны Умирать Тоже неправильно И жить Вечно Неправильно И где Истина Я не знаю Вот Может быть Придумать Да Я бы что Придумал Например Чтобы Жил 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 Но тебе Надоело Ты Умер На какое-то Время Потом Тебя Умер Мертв И опять Ожил И опять Пожил Где-то Так Вот Эта Предопределенность Меня очень сильно Раздражает Что Как-то За нас Решили Сколько Нам жить Мне кажется Это возмутительно Это надо Поменять И это Первое Как-то Ну Деньги Отменять Глупо Но мне кажется Здесь тоже Что-то В этом Неправильное Что-то Неправильное Есть Да Должно Быть Как-то У всех Все должно Быть В принципе Тогда Незачем Будет Всем Там Драться Воевать И все Будут Жить Мирно Но Это Я вспоминаю Еще И Те Те желания Которые Возникали Там В 4-5-6 Лет Под столом Когда Я сидел Я собирался Стать писателем Тогда И сидел И крупными Буквами Писал Печатными Буквами То есть Многие пишут Стол А вы Под столом Я писал Приключенческие Романы Иногда Я доходил Даже До того Что Мне удалось Назвать 4 А то и 5 Предложений Связанных Но Это Занимало Несколько Дней Как вы Догадываетесь И Мысли Тогда Были Такие Что Хорошо Бы Чтобы А зачем Людям Нужен Там Мне Все Удивляло Как-то Мы Бегали По Двору С палками Войнышки Играли Это Потом Достаточно Серьезная Тема У меня Очень сильно Переменилось Отношение Ко всему С этим Связанное После Норд-Ост Я Когда Вблизи Это Увидел Я Понял Что Все Вранье Когда Выходит Человек С пистолетом В кино Вранье Так Не Стреляют Это Так Страшно Когда Ты Нажимаешь Курок Оттуда Вылетает Пулька Она Летит Убивать Другого Человека Это Событие Сравнимое С масштабами Вселенной Я Видел Как Вылетела Пулька Долетела До Стены Отбила От нее Кусочек Штукатурки Вот Я Бу Как Нибудь Это Может Это Какое Третье Желание Чтобы Это Как То Не Происходило Больше Мне Кажется Это Неправильно Не Мы Эту Жизнь Придумали И Не Нам Ее Прекращать Последний Вопрос Алексей Игоревич Нравится Придумывать Новое Вы об этом всегда говорите Что придумываете Сейчас Кстати Вы как-то В одном из интервью Сказали Что возможно К 2020 Году Будет Новый Мюзикл Он будет Раньше Раньше Он будет Значительно Раньше Я предполагаю Этой осенью Представить На суд Заинтересованных Лиц Несколько Наверное Даже Полтора Десятка Номеров Из нового Спектакля И тогда Уже Будет Принято Решение Что с ним Делать Потому Что он Очень давно Вынашивался Сейчас Понятно Что он На финишном Прямом Я его Вы не раскрываете Название Темы Секрет В этом Смысле Очень суеверен А вдруг Не получится Пусть получится Да Очень хочется Чтобы получился Потому Что Я Признаюсь Честно Я Как-то Никогда Вот в таком Жанре Не сочинял Совсем Другое Не похожее На то Что раньше А чем Можно поделиться Из того Что Из не секретной Информации В смысле Чего еще Придумывается Сейчас А Придумывается Несколько песен Придумывается Новый диск Придумывается Не придумывается А уже записан Совместный диск С Ирой Богушевской Мы записали Бразильскую музыку Песни Антонио Карлоса Жабима К сожалению Уважаемые зрители И слушатели Вряд ли вы это увидите Вы слышите Мы не можем получить Права на эти песни Равно как никто Не может их права Они находятся У наследников Антонио Карлоса Жабима Поэтому Мы выпускаем это Для себя Для друзей Проект Огромный Он записан С большим оркестром В лучшей студии Странной И на Мосфильме Это очень обидно Очень обидно Но тем не менее Не переживайте Дарить Мы его имеем право Мы будем всем желающим Этот проект Дарить Продавать Мы его не имеем права И издавать его Официально Не имеем права Десять лет Мы занимались Предпринимали попытки Официальные Получить права На Так называемое Право на переработку Этих песен Не получилось Занимаюсь По-прежнему Переводами Сейчас 3 октября Премьера В Москве Знаменитого В свое время Фильма А теперь И мюзикла Который называется Singing in the rain Поющий под дождем Там 17 песен Мне собственно Осталось 2 До понедельника В понедельник Я их должен все сдать И еще Еще Вот и Наверное Наверное все Все Еще 8 песен Будет для Ледового шоу Синбат Мореход Спасибо большое За беседу И вам большое спасибо Пусть Уфа Поспособствует Вдохновению Творческом И вы допишите Все что Уже Спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok